Меня зовут Анна Межова, я волонтерка проекта «Узник онлайн». Это проект, который вообще, ну, горизонтальный проект поддержки политзаключенных, который образовался в Санкт-Петербурге, но сейчас, в силу того, что началось в этом через военное действие полномасштабное на Украине, все волонтеры разъехались, и мы сейчас организуем вечерописем в разных странах и городах, в которых находимся. Вот, в данный момент мы в Анталии, в Турции. Это второй вечер писем в Турции, в понедельник на этой неделе был вечер писем в Стамбуле, сейчас вот мы проводим в Анталии. Вечер солидарности и писем с российскими политзаключенными. Кому пишете письма? Российским политзаключенным, но сейчас мы больше делаем акцент на антивоенных политзеках, потому что, ну, они только-только оказались в заключении, и очень важно их поддержать, чтобы они понимали, что они писем одиномышленники, что, ну, кто их поддерживает, что они не одни. Можете показать, кому вы пишете? Да, давайте. Это примеры карточек, которые мы сделали еще для вечеров писем в Санкт-Петербурге. К примеру, Карина Цурканна, она осуждена на 15 лет под статью о госизмене, вот сейчас ее перевели в колонию во Владимире из Алтая. Оля Смирнова, она активистка, санкт-петербургская активистка, мы ее задержали под статьи о фейках о российской армии. И вот, к примеру, два молодых человека, Владимир Сергеев и Антон Жучков, у Антона 6 июня как раз будет день рождения, они сейчас тоже находятся в СИЗО, они тоже антивоенные активисты. Ну, это пример, и вообще там намного больше разных вариантов. Почему важно писать письма? Потому что для политзаключенных, которые находятся в четырех стенах, очень важно, во-первых, получать информацию с воли, во-вторых, для них важно понимать, что они не одни, что люди с воли понимают, что это опубликованные дела, что они поддерживают их. И это такой очень хороший акт солидарности с людьми, с узниками режима. И хорошее, на самом деле, еще напоминание для тех, кто на воле, что каждый из нас может оказаться в российской тюрьме и хорошо бы объединяться и бороться вместе. Письма – это источник информации, это и способ поддержки, довольно простой способ поддержки. И просто вы можете порадовать человека какими-то добрыми словами, и ему действительно станет легче в тюрьме, где ничего не происходит. И вообще очень важно, что чем больше писем пишет узнику, тем больше вероятность того, что администрация колонии будет относиться к нему с каким-то, может быть, даже неуважением, но, по крайней мере, она будет относиться к нему чуть более аккуратно, чем могла бы. То есть, к примеру, каких-то открытых пыточных условий или действительных пыток не будет, потому что к человеку приковано внимание людей, приковано внимание СМИ, ну и просто это гарантия безопасности в какой-то мере для человека.